В последние несколько лет кубинский коктейль мохито пользуется огромной популярностью. Для того, чтобы его приготовить в домашних условиях, совершенно необязательно идти в бар. Я сегодня расскажу вам тонкости приготовления этого божественного коктейля. Для начала разрезаем лайм пополам и из одной половинки выжимаем сок лайма в посудину, в которую будем подавать мохито. Половинку выжатого лайма добавляем сюда же. Рвем мяту, несколько листочков. Несколько листочков оставим для украшения. Помещаем в стакан и добавляем сахарный сироп. Берем пестик, в крайнем случае ложку, и немного выдавливаем сок. Для красоты еще добавляем несколько листьев неистолченной мяты и наполняем бокал доверху льдом. Соотношение рома и содовой всегда один к двум. Если берем 50 граммов рома, то значит содовую возьмем 100 граммов. Йо-хо-хо! И бутылка рома, да? И бутылка рома! Любимый напиток пиратов. Сейчас я вам расскажу эту историю. Добавляем невыжатый лайм для украшения. Наливаем содовую. Я использую швепс. Мне нравятся вот такие стаканы с ручкой и с крышкой. Мне кажется, смотрятся очень эффектно и очень удобно. Ну, посмотрите, какая красота. Этот напиток, между прочим, придумали пираты. Они настаивали на роме лайм и мяту. И этот напиток помогал им бороться с инфекционными заболеваниями. А, между прочим, в 1942 году семья Мартинес из Испании в Гаване открыла бар, где главным напитком, как вы думаете, был, ну, конечно же, мохито. Между прочим, этот бар существует и по сей день. Так что, если будете в Гаване, не гдите мне отсюда. Ну, а сейчас не скупитесь на лайки. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И пейте мохито. Я желаю вам, чтобы у вас не было никогда инфекционных заболеваний. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok